Баймахские беспорядки закономерно превращаются в баймахское дело. По данным башкирских СМИ, на сегодняшний день 46 человек задержаны и обвиняются в участии в массовых беспорядках. Все они останутся под стражей как минимум до 17 марта. Согласитесь, очень символичная дата, 17 марта окончания президентских выборов Российской Федерации. И не думаю, что эта дата была выбрана случайно. Всем этим 46 обвиняемым вменяется участие в массовых беспорядках, а также по возможности подштопываются довольно тяжелые статьи по экстремизму, покушению на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов и так далее. Жесткость, с которой обращаются в юридическом плане задержанными, не оставляет сомнений в том, что Радио Хабирову удалось в определенной мере убедить федеральный центр не только в наличии башкирского экстремизма, но и в опасности этого экстремизма для целостности страны. Тем временем эхо баймахских событий все еще мечется по бескрайным просторам России. В Сургуте и Казани задержано несколько граждан, которые выступали публично на пикетах с требованиями освободить задержанных и осужденных в Баймаке. В Москве силовики предотвратили акцию солидарности и протеста против баймахских событий около мечети на Большой Татарской улице. Согласитесь, даже название и адрес этой мечети звучат символично. И прежде чем власти окончательно подытожат ситуацию, как подавление сепаратистско-экстремистских проявлений в Башкортостане, перед этим, перед ними все-таки стоит задача по урегулированию двух очень щепетильных проблем. Во-первых, это смерть Рифата Даутова, а во-вторых, это увечья Дима Давлеткильдина. По факту смерти Даутова назначена дополнительная экспертиза, и есть надежда, что нелепую байку о том, что человек внезапно скончался в автозаке от отравления суррогатным алкоголем, удастся каким-то образом заменить на более правдоподобную версию. А вот с Димом Давлеткильдином все сложнее. Как известно, он добровольно, будучи вызванным, явился в отдел полиции, как говорится, на своих двоих, будучи вполне себе здоровым. И на данный момент находится на больничной койке медицинского учреждения с диагностированным переломом позвоночника. Ну, уже появились противоречия между МВД и ФСИН о том, в какой же момент Давлеткильдин был травмирован. В тот момент, когда он был в ведении МВД сотрудников, или уже потом, когда он переместился в систему ФСИН. Очевидно, что вариант «сам виноват» для Давлеткильдина никак здесь не прокатывает, и придется поискать крайних. То есть, ну, возможно, конечно, придумают какую-то версию о том, что человек во сне свалился с койки. Но маловероятно. В общем, вот эти две очень непростые задачи нужно решать властям Башкортостана. Очевидно, что кровь на руках их как бы не радует, и нужно по-быстрому эту кровь каким-то образом смывать, стирать и делать невидимой. Соответственно, вот эта проблемка стоит. Мнение радикальных жителей республики Башкортостан, я не вкладываю в термин «радикальный» здесь сейчас никакого негатива. Так вот, мнения эти разделились. Некоторые все еще верят в доброго царя и обивают пороги Совета Федерации, и приемные руководители Следственного комитета России Бастрейкина, полагая, что поддержка Хабирова из федерального центра – это плод ошибочных восприятий того, что происходило в республике в эти дни. Иные медийные личности поспешили наградить Хабирова даже титулом «палача башкирского народа». К слову сказать, титул «палач башкирского народа» с 18 века, после Тевкелева, не присваивался еще никому. И Хабиров рискует с легкой руки Рамиля Рахматова накрепко закрепить это позорное звание за собой, на весь второй срок правления в Башкортостане, который, без всякого сомнения, ему обещан в Москве. Впрочем, ситуация, если истабилизировалась, то отнюдь не остыла. Жару поддают те активисты и участники баймарских событий, которым удалось ускользнуть из лап кровавого режима. И если, например, плаксивый певец Алтын Айвалитов бежал и сидит тихо-тихо где-то там в казахских степях, то непримиримый борец с варварской золотодобычей в юго-восточных районах Башкирии Ильдар Юмагулов ежедневно обличает ради Хабирова. В своем последнем видео Юмагулов сообщил о похищении его жены неизвестными и о том, что в ходе баймарской бойни погиб не один только Даутов, а есть еще один погибший. Но эти данные мы не опровергнуть, не подтвердить пока не можем. Нам остается, как обычно, наблюдать происходящее, анализировать реакции и попутно удивляться тому, как легко и непринужденно ради Хабиров смог обмануть Кремль. Ну, утешать себя мы можем тем, что рано или поздно даже такие, как Хабиров, все равно будут держать ответ за свои дела, но если не на этом свете, так на том. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok